Мясо в мясе А потом уже завернем в лаваш Невероятно вкусный, сочный рецепт, который я уверен не обойдет вас стороной Не забывай подписываться на наш канал, инстаграм, фейсбук страницу, которая находится в описании к этому ролику Поехали! Для приготовления нам понадобится говядина У нас сегодня мраморное вагюр, но можно использовать любую Главное, чтобы кусок был побольше, так как нарезать нам надо будет тонкими пластами Грамм 400 примерно бараньего фарша Внутренний жир или курдюк мелко нарезанный А также приправы это соль, перец, зира и кориандр в зернах Перед тем как начать, открою вам небольшой секрет Как перемешать соль, перец, кориандр и зиру в правильных пропорциях При этом никогда не переборщив с этими специями Такой микс мы не только будем использовать сегодня Но он также подойдет к любым блюдам из баранины Если вы готовите часто, то рекомендую вам перемешать его заранее И сразу добавлять в готовом виде ко всем блюдам По пропорциям это легко Всего лишь 1 столовая ложка соли 1 столовая ложка кориандра в зернах 1 чайная ложка зиры в зернах И пол чайной ложки молотого перца Зиру и кориандр нужно обязательно тщательно перемешать в такой ступке А потом уже добавить соль и перец Сделаем такой микс прямо сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что ж, нарежем мясо тонкими пластами Нам понадобится 3 пласта и очень острый нож Поэтому делайте это аккуратно Примерно вот такой вот ширины и длины Мясо готово, нарезано Вот наши 3 пласта Теперь нам нужно будет их отбить Накрываем пленкой и отбиваем молоточком Примерно вот так Перейдем к следующему этапу Нагреваем духовку до 195 градусов Это около 380 градусов по Фаренгейту Ну а пока она нагревается Возьмем противень и на низ положим пару кусочков сливочного масла Совсем немного Сверху сделаем подушечку из лука Для того, чтобы наше мясо не пригорело И начнем выкладывать слоями нашу говядину Возьмем первый слой Положим его снизу Примерно вот так Сверху Наши замечательные специи, которые мы сделали заранее Посыпайте Прямо сверху Потом у нас идет слой Жира Немного прилипает Поэтому Ровненько По всей поверхности распределяем Ах, какая будет вкусняшка Примерно вот так вот Если вам нравится чуть более жирнее, так добавьте еще чуть-чуть Отлично Перейдем к следующему слою Это фарш из баранины Возьмем прям немного на руку И Начнем покрывать точно так же Еще одним слоем Примерно вот так Как только это сделаем То можно опять прийти И взять специи Еще одним слоем Накроем Нашими специями Примерно вот так Возьмем специи И так же посыпем сверху На этот слой Отлично Так, сверху Этого Положим Второй Слой Мяса И в принципе нам нужно будет проделать то же самое То есть сверху этого мяса Так же Посыпем Специи И проделаем то же самое, что мы сделали в начале То есть это Добавим жир Добавим фарш Опять добавим специи И закроем Давайте назовем это тортик Мясной тортик Сверху последним Третьим куском Пластом мяса Который мы сделали И так же сверху того мяса Добавим немного специй Тортик будет готов Чтобы отправить его в духовку А в духовке он будет у нас стоять 25 минут Как раз Она почти Огрелась Вот так Фарш Заполняем весь кусок Представляете, как это вкусно Почти готово Заполним вот эти вот дырочки Так же Фарш Добавим приправы Накроем все это Последним Куском Мяса И Еще немного специй Вот и все Отправляем в духовку Пока мясо запекается в духовке Приготовим лаваш Вот он у нас такой И остальные ингредиенты Это немного лучка Соленые огурчики Свежие помидорчики Ну а для соуса Что мы сделаем Мы смешаем Одну столовую ложку майонеза Одну чайную ложку кетчупа И так же Выдавим Один зубчик чеснока Все это у нас уже было здесь Так что я смешаю Вот наш соус На самом деле В этом моменте Вы можете использовать Совершенно любые продукты Которые вам нравятся Любые ингредиенты Любые соусы Кому-то нравится Такой микс Кому-то понравится Может быть барбекю соус То здесь уже совершенно На любителя Если вы вообще не хотите Заворачивать лаваш То мясо в мяте Можно будет даже кушать Просто нарезать его кусочками Мясо готово Вытащили из духовки Только посмотрите На эту красоту И как из него течет сок Давайте возьмем Порежем И посмотрим Что у нас получилось Прекрасно Посмотрите Сколько Внутри Сока Продолжаем Нарежем Кусочками Которые мы Используем Для нашего сэндвича Ну что ж Завернем наше мясо В мясе В лаваш И попробуем Начнем С соуса Вот так Вот запах Прекрасный Посмотрите Отлично После этого Перейдем На лук Возьмем лучка Прекрасно Возьмем мясо Можно его В принципе Вот так вот Разделить Кусками Чтобы легче было Завернуть Сверху Добавим Помидорки Соленые огурчики Ой Уже хочется Побыстрее Попробовать Ну и оставшийся Кучок Попробуем Это дело Завернуть Аккуратненько Переворачиваем С этой стороны С этой стороны Вот так вот Отлично Ну что ж Попробуем Нашу вкуснятину Вау Вот это сочетание Вкусов Ароматов Намного Лучше И круче Любой Шаурмы Тысячи раз Прекрасно Приятного Вам аппетита И не забывайте Подписываться На наш канал Инстаграм И фейсбук Страницу Которая Как всегда Находится В описании К этому ролику Пока Пока И до новых встреч